Тех людей, которые приехали из города на машине, вы видели картинку? Видели в этом? Приехала группа на машине и сразу открыла огонь. Альфа никто не прикрывал, это начальник Альфа. Он ходит сам на обычной машине, я этого не понимаю. Нет, другие приехали, они вызвали, вызвали этих, кто приехали на машину. Да, ну это люди приехали из центра города. Из начальника Альфа идёт к чувакам, которые стоят с автоматами, которые могут пересекаться автоматами без прикрытия, на обычном автомобиле подъезжают, говорят, как-то странно. Они переговорили и возвращались в машину. Я не знаю, чем закончились. И они не ожидали, но я думаю, что прикрывается такая ситуация. Вы видели видео, картинку видели? Да, видел просто наши почти нереальные. Шоссе, ездят машины, стоят бронеспортеры, ещё какие-то машины стоят. Едет обычная Жигулик какая-то или Ланов. Ну, и оттуда открывается огонь внезапно. Ну, можно к ним предъявить претензии, что они не Рэмбо и не спрятались? Нет, ну, можно было перекрыть движение хотя бы там, да, пока здесь такая ситуация есть. Можно же ожидать, что будет какая-то вот такая вот ситуация. Ну, конечно. Я ещё раз говорю, я... Ну, это глубоко не профессионально, наверное, да. Может быть. Позволяет начальника актеристической операции себя расстрелять. Ну, наверное, справедливые эти претензии. Но я ещё раз говорю, я говорю только о том, что я знаю. Я там не был. И ничего не было. Я это знаю со слов... После этого операция была. Да, да. Наверное, да. В штабе? В штабе? В штабе? В штабе. В штабе. В штабе. В штабе. В штабе. В штабе. Ну, объявление актеристической операции не значит её немедленное начало. Я подумал. Но всё равно тут медленно. Я согласен. Я согласен с вами. Вообще нельзя было этого допускать. Уже нельзя было допустить захваты. Информация была одна. Ну, мы знаем. Моя думка такая. Вообще нельзя было расформировать Беркут. Может, это люди угощен. Специально. Это такие. И даже взять и переводить Беркут в ВВЖ форму постановится на смысл. Там почти не выравнивать друг друга. Нужно было наказать тех, кто действительно был виновен. А был план такой, чтобы весь Беркут провести переатестацию, и дать им воинские, чтобы они стали военнослужащими. И служили в внутренних войстах. Ну, я же сам капитан Сафру Беркут. Я не допустил. Ну, вот был такой план, но, к сожалению, его... ...вот не было, что начальник Сафру Беркут написал рапорт на звезды, который уже его прижал, уже перед 18-м. И попал на... Поменяла начальника, пришел поцелу, там уже все еще. Ну, кто не видел. Что же ты? Тихтики внимания, тихтики не поднимали. Ну, нельзя огульно всех извинять. Не может быть кинси по коллективной ответственности. Должен быть наказан именно тот человек, который совершил произведение. Это был поздравляем. Ну, это... А так вступает в силу политическая целесообразность. Как только политики начинают руководить там, где... Должны руководить профессионалы, происходит это. Что вы говорите? Как это было, когда он вышел из Петербурга? Мы первые трусы. То есть, получается, люди, которые работали все жизнь, они ничего не пьян, не ученик не делали. Но она и общество. И когда они шли, как я на кого-то за выживание, они шли, чтобы берегти свои рабочие места, чтобы помыть, как и себе. А было бы этого не было. Я думаю, что было бы кто-то еще... Сколько? Они были бы постояли, пересли на все народы, половина точно будет. Нужно искать виноватых не среди тех, не среди исполнителей, а среди тех, кто дает приказы и кто организовывает. Пограницу патрулируют пограничники. Почему нет? Есть у нас Державный комитет по... Да. Они все входят в Совет национальной безопасности и обороны, который возглавляет пару бедней, возглавляет, он секретарь. Руководитель этим Советом, президент, его президент Турчинов. Вот они, СНБУ, принимают все решения в сфере безопасности страны. Где задействовать вооруженные силы, где задействовать пограничники, где военно-морские силы, где СБУ, где МВД и так далее. Все остальные, это исполнители, это средства в руках политических руководителей. Понимаете? А вот вы их избираете? Вы же избиратель? А мы не избирали, власть просто упала в руки и все. Одарем нам. Но... Так какие вопросы, те, кто служат в Альфе, и такие же граждане, как и все. А также, как мы думаем, то же самое думаем. Они тоже думают, они переживают, может быть, еще сильнее. Они намного сложные вещи. Они скованы, скованы приказами. Понимаете? Им приказывают, иди туда, делай то. А может, он в душе не лежит. Там тоже есть моменты. А как сами собраться? А как сами собраться? Субтитры создавал DimaTorzok